Электронные торговые площадки помогают бизнесу минимизировать собственные затраты. О том, как это работает, мы сегодня общаемся с Андреем Бойко из компании B2B Center. Электронные торги, как это работает и каковы преимущества электронных непосредственных торгов для компаний и для малого и среднего бизнеса, в основном говоря? Электронные торги интересны не только для малого и среднего бизнеса. Первый момент – это расширение возможностей бизнеса, потому что в бумажном виде вы можете увидеть только то, что находится где-то рядом с вами. В электронном же виде вы можете увидеть все эти закупки, которые происходят по всей территории России, по всем странам СНГ, где-то в одном месте. Соответственно, отобрать для себя то, что интересно в определенных регионах и уже их посмотреть. Ну и плюс электронные торги – это быстро, надежно, потому что никуда ехать не надо, ничего не надо. Сели, открыли компьютер, посмотрели, увидели. Хотите принять участие, нажимаете всего лишь на пару кнопок, принимаете участие, вам показывается перечень документов. То есть никаких особых требований к участникам электронных торгов нет? Ну, нужно сначала зарегистрироваться, а по регистрации выявляется информация о компании, что за компания, чтобы она реально существовала, чтобы ее можно было проверить через налоговые органы, чтобы можно было проверить наличие, проверяется автоматически, отсутствие задолженности, процедура банкротства и прочее, чтобы компания была нормальная, действующая, существующая. То есть площадки берут на себя обязательство проверить компанию, прежде чем, условно говоря, пустить ее? Базовые вещи, да, но потом каждый заказчик, который проводит свои закупочные процедуры, он же выставляет поставщикам определенные требования, допустим, по предоставлению определенных документов. Это может быть отчет о убытках, может быть баланс, могут быть свидетельства какие-то о присвоении НН, ОГРН, то есть дополнительная проверка, потому что у каждого заказчика есть требования по комплекту документов, которые должен предоставить поставщик. Соответственно, через площадку это все предоставляется намного быстрее. Точно так же на площадке есть сервис, проверяющий, ну, так скажем, неподдельность этих документов, это раз, то, чтобы они не были нарисованы в фотошопе. Ну и плюс каждый поставщик, если он хочет, чтобы к нему предъявлялись меньшие требования по предоставлению документов, он берет электронную цифровую подпись, оформляет где угодно, сейчас в России уже можно оформить электронную цифровую подпись, и все документы, предоставленные заказчику, подписывают электронной цифровой подписью. Это аналог рукописной подписи руководителя организации. То есть фактически я в электронном виде на расстоянии в тысячу километров передал оригиналы своих документов, и мне не нужна почта, мне не нужна пересылка документов, мне не нужно отправлять человека в командировку. То есть все вот упрощается. Сама площадка, она предоставляет, словом говоря, только пространство для общения поставщиков и закупщиков, либо же она проводит определенную коммуникацию, также и помогает в наложении диалога между quiserammer. Конечно, помогает, просто опять же есть заложенные алгоритмы, алгоритмы, допустим, проведения закупочных процедур. Когда машина по определенному алгоритму ведет заказчика, машина по определенному алгоритму ведет поставщика, поставщика либо поставщиков, иногда поставщиков заставляет конкурировать друг с другом за право, допустим, дать свое предложение заказчику более эффективное. Соответственно, получается так, что площадка помогает и заказчику, и поставщику в реализации их своих потребностей. Она и одновременно и местная, и в то же время помощь, контроль. Достаточно много сервисов, которые представляют площадки. Ну, просто разные площадки бывают. Сами площадки, почему это сейчас должно стать более актуальным, возможно? Считаете ли вы, что они в свое время могут заменить бумажный волокит и полностью все уйдут в онлайн? Ну, я уверен. Потому что, во-первых, площадки показывают тенденцию к росту. Ну, вот мы, допустим, по своей компании, мы, в отличие от других, некоторые сейчас показывают тенденцию к падению, и прям такую очень явную. Мы же растем, и в период кризисов, нестабильности и так далее, мы растем еще быстрее. В прошлый кризис мы в год росли под 70%. Почему? Потому что, когда компаниям сложно, они ищут выход из сложившейся, тяжелой для них ситуации. Увольнять сотрудников и сокращать бизнес – это не выход. То есть, это такое стагнация бизнеса. Зачем? Это крайность. Да, это крайность. А многие компании пытаются найти какие-то моменты оптимизации. Так вот, мы в этот период времени как раз и растем. Почему? Потому что компании ищут варианты. Мы эти варианты предлагаем. Это более дешевая коммуникация с поставщиком. Это замена всей бумажной волокиты, уменьшение затрат компаний. Для поставщиков это расширение рынка сбыта своей продукции. Для поставщиков это прозрачность, это честность со стороны заказчика, получается. Потому что все происходит в режиме реального времени, в прозрачном, и все видно. Это настоящая конкуренция. Это нет подставных компаний, которые могут, так скажем, не дать. Ну, не то чтобы обмануть. А есть разные компании, которые приходят к заказчику и говорят, выбери меня, и тебе будет счастье. Соответственно, такого на площадке нет. Соответственно, все в равных условиях. Соответственно, компаниям-поставщикам, особенно среднему бизнесу, малому бизнесу, которые только появляются на рынке, им, если они лучше, они должны просто-напросто показать, что они лучше. Ну, вот выигрывает сильнейший. Понятное дело, что именно наличие электронной подписи, оно стало таким как бы драйвером для развития данного рынка, можно так сказать. Так ли это? Нет, нет. Электронные закупки появились, и мы стали развивать электронные закупки в 2002 году. Электронная цифровая подпись появилась в 2000... Но ведь без нее тех темпов роста, которые есть сейчас, не удалось бы показать. Удавалось. Она упрощает существенно... Просто тогда было доверия больше у компаний друг к другу. И даже и сейчас доверие есть. И можно работать без электронной цифровой подписи. Есть одно маленькое оно. Хочется юридической значимости документов. Соответственно, вот электронная цифровая подпись признает юридическую значимость этих документов. Раньше, ну даже и сейчас, можно без электронной цифровой подписи. Почему? Потому что электронная торговая площадка, вот электронная торговая система, ну, по крайней мере, у нас, что мы делаем? Это некий круг поставщиков, там, круг заказчиков-поставщиков, которые совместно работают. Он постоянно расширяется, улучшается. Но если поставщик что-то пытается нарушить, либо кого-то пытается обмануть, ну, же коммерческая структура. Мы отключаем данного поставщика без права дальнейшей работы внутри системы. То есть мы что делаем поставщику? Лишаем его рынка сбыта. А что дальше делает поставщик? Может умереть? Ну, уйти с рынка, потому что не сможет работать у него, потому что... То есть, и получается так, что даже без электронной цифровой подписи никому из поставщиков невыгодно обмануть тех заказчиков, с которыми он работает. В противном случае он потеряет рынок сбыта. Зачем ему это делать? То есть здесь обычная логика. То есть, ЭЦП не нужна. ЭЦП появилась там в году в 2010-м, в 2011-м, только в госзаказе была внедрена. Мы работали с 2002-го по 2011-й год без электронной цифровой подписи и чувствовали себя хорошо. На сегодняшний день сколько компаний представлено на площадке уже? Около 250 тысяч. Это поставщики? И заказчики. И поставщики, и заказчики. Вы видите, то есть сроки, на которые подписываются заказы, это в среднем год или более долгосрочный? Заказы, в смысле, работа с площадкой? Нет, не с площадкой. Я имею в виду между поставщиком и заказчиком. Разные заказчики, я понял. Разные заказчики работают по-разному. Есть заказчики, которые ищут себя на долгосрочной перспективе партнера. Но, как показывает практика, нестабильная ситуация на рынке приводит к тому, что долгосрочный партнер хорошо, но лучше всегда проверять этого долгосрочного партнера на его условия, на его цены. И иногда бывает так, что заказчику выгодно раз в месяц, раз в квартал, иногда раз в полгода переизбирать поставщиков, не давать кому-то отдельного преимущества работать на долгосрочной перспективе, а перевыбирать поставщиков для того, чтобы ловить определенные тенденции рынка и снимать сливки с рынка. Потому что кто-то из поставщиков, допустим, у кого-то сейчас идет рекламная акция, и он спускает цену на свою продукцию. Лучше взять эту же самую продукцию у него, нежели чем работать долгосрочно с кем-то, кто держит цены постоянно и кто закладывает цену на год вперед. То есть понятно, что колебаться все может. То есть средний контракт это квартал, полгода? Где-то примерно квартал. О том, с какими проблемами помогают справиться бизнесу, электронные торговые площадки, мы сегодня общались с Андреем Бойко из компании B2B Center. Спасибо за ваше внимание. С вами был Александр Кулебаба, специально для Dukascopy TV из Москвы. Доктор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Доктор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова